В руках баллончики, на лицах улыбка. Уже через несколько минут жители этого района будут знать. Спайс убивает. Реклама наркотиков за последние несколько месяцев буквально заполонила спальные районы города. Поэтому дизайнерские наркотики становятся все больше популярны среди молодежи. Максим Лысых вместе с товарищами к этой проблеме не остался равнодушным. Я знаю, что эта проблема поглотила сегодня. Но наши города, нашу страну и только общими силами и общими усилиями мы сможем как-то бороться с этой проблемой. Сотни неравнодушных липчан не собираются мириться с рекламой наркотиков у себя под носом. Они не просто закрашивают рекламу курительных смесей. Они предупреждают. Эти наркотики очень опасны. Специально для этой акции организаторы приобрели больше ста баллончиков с краской. Город поделили на зоны. В каждую отправились машины с активистами. Тут и школьники, и волонтеры, и антинаркотические организации, и правком студентов ЛГТУ. Это же модно иногда бывает, когда в компании посидишь, немножко повеселиться, тем более уйти в какую-то непонятную реальность. И не понимаешь, чем это будет потом чревато. Вот мы решили привлечь внимание, объяснить людям, в первую очередь, что на самом деле это не так все просто, не все так легко. И мало того, не просто легко. Потом от этого не уйдешь никуда. Мы сейчас хотим выйти с инициативой, чтобы все вот эти номера наркотических, они ставились на автодозвон, как незаконная реклама, ну и тоже блокировались. Здесь, на улице Гагарина, только в одном дворе закрасили больше десяти надписей. По данным наркополицейских, рекламу наркотиков пишут по ночам. В основном школьники и студенты из неблагополучных семей. Раскрасить один район стоит от десяти тысяч рублей. Такая цена у человеческой жизни, ведь зависимость от спайсов приравнивают к героиновой. Знакомые знакомых моих употребляли подобные вещества. И когда они мне рассказывали, что это такое, они просто описывали ужасные впечатления, которые давали антирекламу. Как своим ровесникам говорили, ребят, не пробуйте, мы по ошибке это сделали. За несколько часов лепчане закрасили больше двухсот надписей. Такие акции планируют проводить регулярно. Наркобизнес не спит, а липецкая молодежь готова ему противостоять. Татьяна Кощук, Олег Голобоков, ТВК Новости.